Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. Сегодня программу проведу я. Меня зовут Вадим Родионов. Моя коллега Анна Смирнова. В командировке, кстати, в Москве, где сегодня происходят такие глобальные события. Надеюсь, что все в порядке. Аня завтра вернется к нам в эфир. А напрямую связь в нашей студии из Москвы выходит независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я уже сказал о том, что в Москве сегодня такой центр информационный, можно так сказать, потому что то, что происходит с нефтью, непосредственно касается России. Нефть, то есть цены на нефть пробили минимум, то есть упали ниже, чем в 1991 году. Вот что происходит, на Ваш взгляд, и какие могут быть последствия в этом? Вы знаете, тут более того, не только касается России. В данном случае это, по сути говоря, было инициировано правительством России и нефтеросийскими компаниями. Поэтому тут Россия пока играет главную роль. Происходит на самом деле ничего страшного. С одной стороны, это торг между Россией, Саудовской Аравией и США за рынок. Борьба за рынок, она всегда происходит в нескольких экзотичных формах. Скажем так, в 2014 году Саудовская Аравия пыталась, так сказать, перераспределить долю рынка и подвинуть североамериканцев. И после, что вылилось в трехлетнюю ценовую войну, и, кстати говоря, тогда в моменте нефть уходила в 2016 году и на 27 долларов бренд. Но теперь пришел, видимо, черед России. Причины все те же. Американская сланцевая добыча, поддерживаемая кредитами дешевыми, денежной эмиссией бесконтрольной, неограниченной, она ставит рекорды. Это беспокоит всех остальных игроков. И, естественно, свой рынок, свой никто отдавать не хочет. Но поскольку нефтяной рынок так устроен, что передел обычно происходит на фоне либо какого-то резкого всплеска цен, либо санкций, либо резкого падения. Что, собственно, мы и наблюдаем. Дальше вопрос следующий. После вот такого какого-то демарша должны быть какие-то договоренности. Я думаю, что ближайшая дата – это 18 марта, когда может быть достигнута некая договоренность. Хотя бы там между двумя игроками трех. Ну, посмотрим. Если не будет достигнута, мы можем наблюдать еще в следующей серии марлезонского балета. Кто-нибудь будет увеличивать добычу, сокращать поставки, не пускать кого-нибудь на рынок. То есть это будет такой медийно емкий сюжет. Ну, что касается России и последствий для России, да и не только для России, потому что Россия связана со многими странами. Это зависит в том числе от Латвии. Тоже этот вопрос интересует. Вот на ваш взгляд, все-таки это игра, которую сейчас ведет правительство России. И насколько просчитаны последствия и риски, учитывая, что и рубль падает, потому что он привязан к нефти, и это уже отражается на платежеспособности населения? Слушайте, а на нефтяном рынке вообще просчитывать последствия, ну, как принято, но очень часто все крупные кризисы происходили ровно потому, что что-то недосчитали. Условно говоря, ОПЕК в 98-м году, вместо того, чтобы снизить добычу, я поднял, и получили 6 долларов за баррель на полгода. В США в свое время надавили сильно на арабов и создали ОПЕК в 60-е годы. То есть тут как бы специфика такова, что, ну, они, так сказать, лицепонимающие решения считают, чтобы все просчитали, а как уж по факту получится, посмотрим. То есть получается, что Россия в данном случае, затеяв эту игру, не знает, к чему это может привести, какие последствия будут для населения? Я бы, я не знаю просто, какие, так сказать, как это решение принималось и какие там мотивы были, но расчет на то, что все-таки оппоненты первые сдадутся. То есть как на любой торговой войне, но, собственно говоря, неважно между кем и кем она ведется. У нас, на самом деле, есть пример США и Китая торговой войны последних лет, и, собственно говоря, там ситуация-то была ровно такая же. Каждая из сторон подвигает некие требования, заведомо неуполнимые, потом как-то договариваются. Кто выиграл, объявляют о своей победе, а кто в итоге выиграл, на самом деле это историки будут разбираться. Насколько рубль защищен и насколько рубль стабильная валюта все-таки, как вы считаете? Вы понимаете, ну, если это все зависит от политики ЦБ. На самом деле Россия накопила более 500 миллиардов валютных сервов на внутреннем рынке нерезидентов, хоть на валютном, хоть в ОФЗ, хоть где, да, их около 60 миллиардов. То есть, в принципе, ЦБ может это совершенно спокойно выпустить, вообще курс не шелохнулся бы. Но у ЦБ, как показал опыт, опять же, 2014 года нет задачи поддерживать курс. У него другие задачи. Не всегда понимают, какие это задачи, строго говоря, допустим, ну, очень многие понятны обычным людям. Поэтому ЦБ может как пустить курс опять в свободное плавание, так и, в принципе, выкупить совершенно всех нерезидентов, чтобы они все ушли с рынка и больше там не появлялись. И это мы увидим в ближайшие дни, во вторник, в среду, если курс не пойдет там выше 75, действительно, потому что он сейчас показывает в Лондоне, да, сейчас ЦБ нету, в России торгов нету, сегодня выходной. Вот, если он выше 75 не пойдет, то вполне возможно, что, в общем-то, особо никто не заметит, потому что, ну, к уровню 70, в общем, он два раза подходил, ну, никто не умирает. У нас звонок, радиослушательная линия, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот в таком же контексте, как вы оцениваете действия правительства России, в чьих интересах оно действует? Ну, то, что не в интересах России, это совершенно очевидно, а то, что в интересах олигархов, ну, это 100%. Ну, и как вы оцениваете, например, вот сейчас наполняемость бюджета, там 42, черта, 42 доллара, да, если бюджет уже рушится, и все планы Путина, которые он обещал, они не выполняются. Вот в этом контексте, расскажите, пожалуйста, спасибо. Да, спасибо вам. Ну, вы знаете, как сказать, я не вполне уверен, ну, логика понятна, почему это такое возникает, но я не вполне уверен, что вообще правительству есть интерес для населения России, вот если так, глубокий, чтобы так оно прям утром мажет, верброд сразу мыслить, как народ, нет такого. И поэтому вот это решение, ну, любое, как и 2014 год, как и, там, не знаю, 2008 год, это всегда было в интересах крупного бизнеса. Причем, поскольку сейчас нет национального крупного бизнеса ни в одной стране, включая США, да, то это, естественно, в интересах транснациональных корпораций, там, часть правительства за одни корпорации, часть за другие. Поэтому здесь говорить о том, в каких интересах правительство действует, довольно сложно, потому что это какая-то результирующая, ну, множество вот этих вот разных групп интересов. И вот куда она попала, это уже, в общем, больше не от разума идет, а от расклада сил в конкретной ситуации. Поэтому я даже, честно говоря, таким вопросом не задаюсь, я думаю, я надеюсь, вернее, что, ну, до маразма дело не дойдет, и все-таки вот эту ценовую войну как-то удастся свернуть, там, в исторические короткие сроки, ну, примерно как коронавирус, там, Китай уже сказал, что все, коронавирус поиграли, хватит. Вот. И я думаю, если это будет месяц-два, то таких каких-то катастрофических последствий, я думаю, не будет. Если это затянется на годы, ну, конечно, да, тут будет опять очередная волна снижения, там, и на рынке, и покупательной способности. Но будем надеяться, что все-таки как-то в этот раз обойдется без тяжелых частей. Вы считаете, что это исключительная история, связанная с бизнесом и борьба за рынки, или здесь есть геополитический аспект? Опять же, Америка, сланцевая добыча и так далее и тому подобное. И, опять же, я читал мнение разных экспертов, которые высказывались по этому поводу, и есть такая информация, сложно сказать, насколько она проверена, о том, что Путина как раз убедили тем, что Америке будет плохо, и, соответственно, он поэтому пошел на этот выход из сделки ОПЕК+. Вот насколько это все-таки, на ваш взгляд, может быть? Может быть. Понимаете, я бы не разделял просто геополитику и борьбу за рынки. Нефть, последние, ну, наверное, с арабо-израильской войны 1967 года, это всегда геополитика. И если бы в нефти было мало геополитики, мы бы сейчас, на самом деле, и бензин имели в два раза ниже, и цену в любой стране абсолютно. И было бы и с экологией получше, и, опять же, в любой стране, где ее добывают. Но, то есть, тут нет такого, что борьба за рынки отдельно, геополитика отдельно, и все всегда вместе. Более того, если вы посмотрите на состав акционеров, допустим, Роснефти, крупных мейджоров, ну, западных, ну, а рамка нет, а, допустим, и в тех же самых китайских компаниях, где их пускают, то это будут примерно одни и те же люди. То есть, там очень сложный такой клубок, который, вообще, строго говоря, не всегда понятно, кто против кого воюет. Это так похоже на гражданскую войну, вот, в царской районе, после распада Российской империи, когда кто там был против кого, ну, раз в неделю они менялись местами. И поэтому, вот, здесь такие лекала, как для 20-го века понятные, да, там, вот, Россия против США, или, там, США против Саудской Аравии, они немножко не работают. И здесь, ну, да, мы должны просто этот период пережить, пока нефтяной рынок перестанет, ну, он фрагментируется достаточно, будет автономно Америка в своем соку вариться, Евразия в своем, Ближний Восток с Европой, наверное, в своем каком-то, и это будет уже просто поспокойнее, все займутся добычей нефти. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, еще маленький вопрос. Да, задавайте. Вот, скажите, пожалуйста, вот, у нас государственные компании, а вот, например, Сургутнефть, кому она принадлежит, вообще неизвестно. И вот такие компании работают в России, которые считаются вроде бы государственными. Вот, объясните, пожалуйста, кто хозяин Сургутнефти? Спасибо. Спасибо вам. Я бы тоже хотел это знать, но пока не удается это узнать, никому не говорят, кто там реальный хозяин и реальный бенефициар. Он, кстати, Сургутнефтегаз, это не государственная компания, она, в общем, частная. Ну да, это вот это ровно к предыдущему вопросу. Понимаете, мы живем во время, как общество спектакля, и то, что мы видим в медиа, и то, что нам говорят какие-то даже официальные лица, это совершенно не означает, что они, вообще говоря, это имели в виду и выражают, ну, позицию, скажем так, всего правительства, допустим, или всего бизнеса. Ну, времена такие, то есть надо подождать, я думаю, что вопрос про Сургутнефтегаз будет ясен, ну, опять же, лет через 20, мы узнаем, кто это будет. Когда реальный бенефициар выйдет из тени и, может быть, захочет, ну, завладеть акциями уже официально. На ваш взгляд, насколько сильный удар нанесен по американской сланцевой добыче, по индустрии, потому что я читал такой пример, что эта история про стул с тремя ножками, и Россия сегодня отпилила третью. Вот насколько это справедливое определение, и действительно ли Россия сейчас может обрушить американский рынок в этом смысле? Вы понимаете, главная ошибка арабов в 15-м году была в том, что мы снизим цены, и сланцы умрут. Но сланцы не умерли, американские, только по одной причине, что их неограниченно кредитовали. То есть вы можете иметь любые убытки, но если вам дают денег, то вы можете жить, спокойно себя чувствовать, получать зарплату, и, в общем, ну, никакой проблемы не идут. Вот, собственно, если бы представить, что сланцы перестали кредитоваться как следует и рефинансироваться, что происходит, естественно, через американские банки, но в краничном итоге МФРС на это деньги дает, количество смягчения, так сказать, все вот эти эмиссии. Если вот представить, что банки перестали рефинансировать сланцев, то они умерли бы еще вчера. Но они не умерли, значит, их рефинансируют. Вопрос в том, что, допустим, вот это падение цены, оно же на самом деле бьет даже больше не по сланцевым компаниям, а по банкам, потому что банки хеджируют их риски от падения цен. То есть вот компания приходит, говорит, у меня нефть 50 долларов, я хочу заключить контракт, если будет цена ниже, то я разницу получу с банком. Ну, это фьючерсный контракт. И вот такое падение, оно может поставить под угрозу сами банки, и им будет просто не на сланцевику. Я думаю, что расчет именно на это, потому что все понимают, что бороться с ФРС, особенно если ты живешь в долларе, ну, как рынок живет, то, в общем, это полезно, у них всегда будет больше денег. Видимо, это расчет на то, что либо в американской финансовой системе уже надоели сланцевики, они их готовы, так сказать, ну, как-то скинуть, либо на то, что там начнутся проблемы, пусть под сурдинку вот этой нефти, или там коронавирус, или чего угодно, когда будет не до сланцевиков, и под это дело уже переделить рынок. Но это уже вопрос такой, знаете, это вопрос какой-то, а, конспирология, а, б, наверное, разведсообщества. Это, в общем, мы этого никогда не узнаем. Мы его узнаем только по факту, упали, не упали. В американской прессе паника некоторая есть. Она пока скромная достаточно, но озабоченность выражают. Почему Россию пугают, или и пугает ли вот эта американская сланцевая история? Она ее не то, что пугает, вы просто остаетесь без прибыли. Грубо говоря, американцы наращивают добычу, они, причем, допустим, Ирану и Венесуэлу наложили санкции, кстати говоря, на российский шельф тоже, и, соответственно, сократили возможности расширения этими странами добычи, заняли освободившееся место, а дальше приходят арабы и говорят, ну, чтобы нам удержать цены, надо понизить добычу. Мы ее снижаем, американцы увеличивают. Цены опять не растут. То есть, ну, это такой бессмысленный круговорот, который, в общем, ну, понятно, к чему ведет, и, в общем, довольно интересен. Ну, Россия решила попытаться сделать по-другому. Ну, посмотрим, через это выйдет. Ну, то есть, решив ограничить вот этот, как раз отказаться от договора, который ограничивает добычу нефти, таким образом рынок может стать перенасыщенным, и это вызвало обвал цен. Так это работает, как мы понимаем. Да, вы понимаете, в чем дело? Она не то, чтобы ограничила Россию. Мы сказали, что 1 апреля заканчивается сделка, мы ее исполнили, продлевать не будем. Дальше мы делаем, что хотим. Но, естественно, все, поскольку перепугались, решили, что будут увеличивать добычу. Опять же, это, ну, как, не доказано. То есть, ничего не было. Соответственно, все переоценили вот будущее, потому что, на самом деле, цена на нефть, которая сейчас, это в значительной степени это какая-то оценка будущего, и, ну, не очень адекватная. Потому что нет на рынке нефти такого профицита, чтобы он падать ему на 30, там, процентов, на 20 за день. То есть, ну, это излишне эмоциональная реакция и людей, которые не очень, может быть, разбираются просто в вопросе, а, может быть, просто были введены в заблуждение вот кем-то. Поэтому здесь просто говорится о том, что, ребят, мы все, мы закончили, мы больше не в этой сделке себя обязательствами не связываем, делаем, что хотим. А о чем мы хотим, мы вам потом скажем. То есть, вот, собственно, то же самое, что делают американцы, то есть Россия решила вести себя, так сказать, ну, так же, как американцы. Живем, живем, как хотим, когда узнаем, ну, в смысле, когда мы примем решение сообщить об этом, вы об этом узнаете. Но саудиты, Саудовская Аравия, они приняли решение наращивать добычу нефти, и таким образом они играют, получается, на руку этому понижению сейчас? Сейчас, да. Ну, вообще, вся эта ситуация, вот еще там месяц назад обе стороны ввели себя совершенно рационально и разумно, и предсказуемо. И тут они все стали как-то такие фокусы выкидывать, да, странно. Я думаю, что это как раз вот прелюдия перед торгом, да, вот как, знаете, на Восточном базаре продавец собирает немыслимую цену, покупатель тоже немыслимую, но в обратную сторону, потом они ругаются, машут руками, а потом сходятся и все-таки договариваются. Вот мне кажется, что это сейчас ровно мы то самое наблюдаем, а будут сходиться и договариваться, ну, как минимум, где-нибудь 18 марта, не раньше, но полторы недели будет весело, как минимум. Ну, мы видим также, что обрушились котировки российских компаний, связанных с нефтедобычей, там такие серьезные падения, то есть, получается, исходя из того, что вы говорите, сейчас выгодно было бы покупать акции этих компаний, потому что, скорее всего, они отыграют и вырастут в цене. То есть, кто-то может на этом хорошо заработать сейчас. Ну, разумеется, но, вы знаете, опять же, вспоминая «Сургутнефтегаз», он чудовищно недооценен, но это ему не мешает, там, 15 лет находиться в этом состоянии, то есть, у него оценка акций «Сургутнефтегаза», она несколько меньше, чем количество денег у него на счетах. То есть, у него просто эти деньги есть, это так называемая «Кубышка», но его рыночная капитализация, она, ну, сейчас была уже чуть-чуть побольше, но где-то вот похожа на это. Поэтому тут вопрос в том, что российский рынок, он вообще очень узкий и достаточно неэффективный, там, может сохраняться, там, десятикратная недооценка многие годы, поэтому тут покупать тоже надо осторожно. Но я думаю, что там «Газпромнефть», «Лукойл» и, отчасти, «Роснефть» вполне себе хорошая сейчас цена. — Ну, это можно назвать игрой на понижение сейчас? — Ну, конечно. — То есть, брокерам приготовятся, да, они сейчас в готовности находятся? — А брокеры, ну, это зависит от того, что они наделали раньше, ну, разумеется, да, сейчас такой день-год кормят, вообще-то говоря, если ты правильно открылся, а если неправильно, то потом ты бегаешь от клиентов и пытаешься сказать, что это не виноват. Ну, тут что делать, идти же правильно. — На ваш взгляд, как быстро сможет отыграть падение цена на нефть и рубль, в общем-то, сможет тоже выбраться из этой ямы? — Если мы все-таки 18 марта на очередной встрече пекарной России получим какие-то позитивные сигналы, то я думаю, что 1 апреля мы про это уже забудем. Если мы никаких позитивных сигналов не получим, а это будет в состоянии неопределенности, то мы можем лежать, ну, вот совершенно спокойно. И нефть, и акции, и все, что хочешь, рубль. Все, опять же, говорю, в России все зависит на самом деле от регулятора. Как регулятор скажет, так и будет, потому что против него, ну, против лома нет приема, у него больше денег, у него больше возможностей, он может, ну, он фактически может все, ну, как ФРС, собственно, в момент. — Ну, вот как раз агентство Реоновости сообщает о том, что Минфин взял паузу. Вот как вы оцениваете реакцию Минфина на этот черный понедельник? — Вы знаете, Минфин гнял вид, потому что он обычно, ну, у нас больше тормозил только Роспотребнадзор обычно, то есть вот он через неделю после события, то есть шутили, что коронавирус через два месяца признал его опасность, да? То есть, а Минфин обычно где-то, ну, соответственно, общал одним из последних свою позицию, а здесь он выступил практически сегодня и сказал, что я докупать ничего не буду, я вообще пять лет проживу при цене 30, вообще без проблем. То есть, и это как раз меня наводит на мысль, что эта комбинация готовилась, она была согласована, все вышли на работу в выходной день и сказали то, что нужно. Так что в этом смысле Минфин, ну, то, что он делает, мне кажется, давно пора было заканчивать покупать доллары, потому что мы фактически складывали в кубышку, ну, скажем так, деньги и использовали их не очень эффективно. В России есть много чего отремонтировать и построить, и вообще, строго говоря, даже там населению, может быть, чуть-чуть раздать под благовидным предлогом, нежели просто выкладывать это все в не очень доходные депозиты. Но сейчас Минфин это прекратил по причине того, что технический момент, что ниже 40 ушли. Но и будем надеяться, что валюту мы как ни в себя больше покупать не будем, а будем как более здравы. В золото выгодно сейчас вкладывать, учитывая, что выросла цена на золото? Ну, вы знаете, золотом все очень боятся. Вообще говоря, разговоры о том, что золото переоценено было и при 900 долларов за унцию, и при 1200, и при 1600, сейчас она подошла близко к историческим пикам, и очень все боятся, но при этом покупают. Я думаю, что да, потому что все-таки, если мы ждем, не только что ждем, скажем так, мое мнение, что все-таки мы из этой ситуации видим гиперинфляцию, ну или высокую инфляцию, то золото будет, конечно, хороший защитный актив, и прежде всего высокую инфляцию по доллару США. То золото, конечно, будет хороший, актив защитный, и, наверное, можно брать. Я, правда, этого не делал, но тем не менее. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, у нас на прямой связи независимый экономический аналитик из России Дмитрий Адамидов. Также пишите в WhatsApp 2306-191. Нефтирубль – тема нашего эфира сегодня. В понедельник поздно ночью стало известно о том, что цены на нефть упали, побили исторические минимумы, ну и, соответственно, рубль тоже отправился в пике. На эту тему мы сегодня говорим. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вы несколько раз упомянули коронавирус. Какую роль он играет во всей этой истории? Вы знаете, это сугубо медийная история. С медицинской точки зрения ничего особенного не происходит. Но у нас был пример свиного гриппа, такой же истерики. У нас был пример непроизносимого исландского вулкана в 2010 году, когда гражданская авиация реализовала. Здесь, мне кажется, реализовывалась та же схема. То есть был по инфоповод. Этот инфоповод раздули до всех масштабов. После этого было принято совершенно конкретное экономическое решение, в частности Китаем, прекратить отгрузку и экспорт товаров. ФРС понизил ставку. То есть, видимо, это и было целью. Теперь уже Китай вроде сказал, что коронавирус мы скоро победим. Израильские ученые вообще сказали, что что вы там беспокоились, непонятно. Если вы хотите, мы за три недели соберем вакцину. Мне кажется, это абсолютно как выстрел в Сараево. Это должен был быть повод к какому-то масштабному событию, к которому все готовились. И у меня есть зрение, что это как раз Китай и США, ну или вернее Китай, скорее, не очень хотели исполнять торговую сделку, которую они заключили. Нужен был форс-мажор. И вот такой форс-мажор был представлен, а дальше это уже кругами по воде пошло, и каждая страна свои какие-то задачи решает. Ну как вы считаете, находимся ли мы сейчас на границе нового международного экономического и финансового кризиса? Думаю, да, мы в него вползаем, но этот кризис будет не такой, как в 29-м году, допустим, или там 80-е. Это скорее будет долгая депрессия, какая она была в 19-м веке. То есть у нас не будет, ну вернее как, сейчас вот уже это неправда, сейчас уже резкий спад есть, один хотя бы, да, фондовый и на товарных рынках. Но в принципе долгая депрессия – это ситуация, когда все, ну что ли, подгнивает, но не обрушивается. И это тянется довольно долго, потому что резкий спад, он как бы предполагает, что и будет и восстановление достаточно резкое, потому что, ну, быстро такой процесс происходит. А вот долгая депрессия была, напомню, 24 года, с 1872 по 1896 в Европе, и она там много чего попьяла, и, собственно, привела и к Первой мировой войне в конечном итоге. И вот здесь мы находимся в аналогичной немного ситуации, потому что у нас меняется геополитическая картина мира. США официально говорит, что я не хочу быть единственной сверхдержавой, я буду заниматься там своими делами, вы занимаетесь своими, пусть я и первый среди равных. Опять же, глобализм у нас поступает, и это, конечно, не будет быстро, резко, это, скорее всего, будет довольно долгая, медленная печаль. Ну, вот, собственно, что мы и видим, потому что, на самом деле, этот нефтяной бум, ну, отрицательный, вернее, бум, вот это отрицательные события, они, собственно говоря, это одна из фаз депрагментации нефтяного рынка. Он перестает быть глобальным, он локализуется, у нас в Евразии добывают и потребляют свою нефть, в Северной и Южной Америке свою. Ну, фактически, от прежнего нефтяного рынка остался только единый финансовый рынок, единый рынок депрагментов. Ну, и то тоже его могут демонтировать в итоге по результатам вот этих всех событий. Вопрос от нашей радиослушательницы. Ирина по WhatsApp спрашивает, почему не падает белорусский рубль и украинская гривна? Украинская гривна зависит больше от МВФ, потому что валютную стабильность обеспечивает Международный валютный фонд. И это, собственно, примерно такая ситуация, как была в России в 95-м, 96-м, 97-м годах, ну, до кризиса, к 98-м году. Пока МВФ и Украину финансируют, там с гривной будет все нормально. Там могут быть вопросы с экономикой остальной, но валютная стабильность там будет. А белорусский рубль, ну, молодец, значит, белорусский президент и власти, что они рубль не роняют, пока как-то обходятся. На самом деле Белоруссия то, что тут вроде бы какие-то кредиты продлила в России, поэтому у них тоже, видимо, деньги есть в поддержании национальной валюты. Поэтому и... Доллары и евро, насколько они защищены, как вы считаете? Защищены от кого? От подобных последствий, потому что понятно, что доллар хоронят уже на протяжении очень большого количества времени, но, тем не менее, он живее всех живых. Все-таки есть ахиллесовая пята у доллара и евро, у этих двух глобальных. Это происходит просто с 2005 года. Доллар постепенно перестает быть единственной мировой лидерной валютой. Это выражается в том, что, во-первых, это политическое решение принято, у нас, так сказать, теперь формально в межгосударственных расчетах есть корзина СДР, так называемая, куда пойдет доллар, евро, иена и юань теперь, и швейцарский франк. И, во-вторых, доллар постепенно долю свою уменьшает. Причем этот процесс плавный, но он плавный, собственно говоря, потому что в условиях финансового глобализма нельзя обвалить доллар и оставить все остальное. Потому что если как только доллар, это самый крупнейший долларовый рынок ценных бумаг, он самый крупнейший, если он начнет валиться, то погребет под собой абсолютно всех. Поэтому, если, так сказать, похороны доллара, это не будет, опять же, быстро и громко, это скорее будет как с фунтом стерлингов, когда доллар вытеснял фунт стерлингов, это была, правда, другая немножко история, совершенно в других условиях. Но этот процесс затянулся там с 49 по 72 год. То есть он был довольно длительным, и фунт постепенно терял свои позиции, там доллар чего-то откусывал, как-то переформатировали это потихонечку. И внешне это все было так, что, ну, это США и Англия союзники, хотя у них был очень такой серьезный экономический противостояние. Здесь, я думаю, будет то же самое, но будет идея такая, что доллар останется в Америке резервной валютой, а в Евразии вот будут что-то придумывать, что-то юань, евро, кто угодно. Ну, то есть там еще вот это не устоялось. И, собственно, поэтому очень многим странам Евразии проще пока работать с долларом, чем с юанем, потому что, ну, более предсказуем, более понятен. Но я думаю, этот процесс идет, и мы к 30-му году можем увидеть вполне корзину валюты уже без доминирующего доллара. Звонок у нас в радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. Да, Виктор. Да, ну, на предыдущий вопрос могу ответить по поводу белорусского рубля. Ну, за последние две недели белорусский рубль упал около 14%. То есть падение есть все-таки, да? Ну, все в порядке с ним. Слушайте, что линии все не волнуются. Насчет нефти. Мое есть такой канал, Низыгарь, такой телеграм-канал. Ну, у него такое мнение, я, наверное, с ним согласен, что, во-первых, конечно, русские решили поиграть в ту же игру, как и саудиты, против американского сланца. Ну, и на самом деле оно и правильно, ну, наверное, правильно, потому что русские и саудиты ограничивали свое производство, а американцы только наращивали. Ну, как-то с этим надо бороться. Ну, может, у русских получится это лучше, может, хуже. Но второй момент, русские обрушили же свой рубль, сейчас могут продать свои, там, 10, 20, 50 миллиардов долларов, дорого продать, а потом точно так же скупить. Я даже вот по себе, я в 16-м году купил машину, в России на 40% дешевле, чем она стоила в Германии, Мерседес. Поменял рубли до евро на рубль по 90, а потом он стоял в 70. Я не исключаю, что через 2-3 недели рубль обратно вернется к этому самому. И, соответственно, они же могли не только машины купить, как вы понимаете, они продадут дорогой евро-доллар за рубли и скупят подешевевшие акции, а потом все вернут обратно. Ну, это такая глобальная мега-рулетка. Ну, может, повезет, а может и нет. Да, спасибо вам, Виктор. Вот такое мнение. Согласны? Вы знаете, ну, это... Все трейдеры говорят так, да, мы бы так сделали. Но там надо понимать, что российский государственный аппарат, он очень огромный. Они пока согласовывать будут. Там уже доллар-евро 20 раз куда-то вернется. И, в общем, тут проблема, ну, как сказать, это вот очень хорошо сказал китайский руководитель, один из китайских руководителей. Он говорит, вы не понимаете, что в Китае самая большая проблема, что... Вернее, самая большая проблема в том, что даже самый маленький вопрос умножается на миллиард. И поэтому его очень трудно решить иногда бывает. Хотя он пустяковый. Здесь то же самое. То есть в теории, да, ну, население совершенно правильно, скажем так, колбасные поезда, когда выгодно ехать в Латвию, едут в Латвию из Китковской области, когда... Или там в Эстонию, да, из Ивангорода. Когда все происходит наоборот, наоборот едут эстонцы и латыши. Это все нормально, это приграничная торговля, но это все-таки на общем фоне очень мелкая история. Скупить акции... Вот в СБ это точно, наверное, делать не будет. Пока нет оснований полагать... То есть не было случая, когда бы он это делал. При нынешнем руководстве тем более. Поэтому я думаю, что там спекулянты, конечно, что-то подберут, но это, опять же, это мизер, то есть не будет такой глобальной авантюры, когда мы там взяли и полгазпрома купили сами себе. Такого не будет. Ну, что касается ручного управления, потому что нередко эксперты говорят о том, что в определенный момент президент России Владимир Путин берет историю власть в свои руки и решает какие-то важные вопросы в режиме ручного управления. Ну, в качестве такого глобального примера приводит историю с Крымом, когда он этим руководил, но, наверное, в экономических аспектах он тоже может это делать. Вот это как-то... Чувствуется подключение первого лица государства к таким вопросам вообще? Я был несколько причастен к подготовке Сочинской Олимпиады, и там тоже управляли вручную, причем тогда все сразу забегали, все сразу стали работать. То есть, но более того, у нас не в ручном режиме, когда начальство головой, обычно ничего не делается. Ну, или делается очень плохо. Поэтому, да, но понимаете, чем делать? Вопрос очень интересный, потому что у нас все-таки политический, военно-политический блок, вот силовики, это отдельная жизнь, а экономический блок совершенно другая. И как они там между собой общаются и договариваются, вообще не очень понятно. Потому что, когда, вот, условно говоря, ЦБ в 2014 году довольно непрофессионально действовал и уронил национальную валюту очень сильно, всем казалось, что сейчас как раз мы главу ЦБ это и снимут. Ну, ничего подобного. Путин ее похвалил, поддержал и сказал, да, это тот глава ЦБ, которому не нужен. Вот нужен он ему был или не нужен, не очень понятно, и до сих пор все, так сказать, ломают голову, кто там кем руководит. Ну, так, я утрирую, но тут довольно сложная история, и она вот не... Вот в Латвии и Эстонии такого не может быть. Ну, мы меньше, да, у нас меньше людей, конечно. Да, и просто можно, видимо, договориться проще, потому что с меньшим количеством приходится договариваться. Вот. А в Китае и в США, я думаю, что-то крупное и малоповоротливое, оно действительно так и работает. Результирующая стена иногда неадекватна тому, чего вроде бы намечали сначала. Ну, экономисты, и вы как экономист, вот этот маневр, проведенный в России, как оцениваете? То есть, можно ли это назвать, ну, не знаю, рациональным, грамотным шагом? Вот эта игра на понижение? Вы понимаете, если, вот как это, горе побежденным, если это сработает, то да. Опять же, мы не видим, мы видим 5% вообще фактов, из них половина искаженных, ну, условно, да. Мы не имеем той информации, какую имеют люди, понимающие решения. Ну, это, знаете, как можно сравнить, вот, допустим, в 2017 году, там, 7 ноября была революция, а 10 ноября, ну, понимали ли люди, что произошло? Да, в общем, нет. Ну, очередной, ну, какой-то очередной сюжет, ну, большевики какие-то, а во что это выльется, строго говоря, никто, ну, и какие-то последствия будет иметь, вот. И так же и здесь, просто пока не пришло время это оценивать, а по горячим следам, ну, понятно, что все упало, все боятся. Вот если, так сказать, это все отскочит через неделю, и все цели будут достигнуты, или будет как у Трампа с Китаем, до чего-то договорились, решили друг другу морды не бить, но каждый заявил о своей победе, но это будет одна история. А если это будет серьезная такая, вот, конфронтация на многие годы, вот тут уже вопрос такой интересный, надо ли как раз вещь, надо ли было это делать, и так далее. Россию боятся на финансовых рынках, то есть, ну, здесь можно провести аналогию с военной сферой, что Россия, по крайней мере, обеспечила жизнеспособность НАТО, которая находилась в кризисе, потому что появился мощный соперник, противник, вероятный противник, там используя такие дипломатические формулировки, это, в общем-то, позволило НАТО выйти из кризиса, обеспечить себе финансирование, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, Россия действительно многих пугает на таком глобальном, военном, внешнеполитическом поле. Россия серьезный игрок на финансовых рынках, на экономическом поле? Я думаю, нет, просто по причине того, что, ну, и даже Советский Союз, он никогда не был экономическим гигантом, просто, естественно, военно-политическое значение России, скажем так, репутация, которой вот пользуются, ну, в частности, русская угроза, когда избирали Трампа, то есть, ну, скажем так, это вот образ Бабы-Яги, он очень эксплуатируется, кстати говоря, и Россия эксплуатируется, и против России эксплуатируется, как угодно, то есть, это довольно удобно иногда, иногда, ну, иногда мешает. Но в экономическом смысле, понимаете, ну, скажем так, здесь и в одно время такая шутка, что центр принятия экономических решений находится вне пределов Российской Федерации, ну, просто-то по причине пенсионной реформы, допустим, монетизации льгот, других вот этих социальных реформ, которые, ну, не шли на пользу ни власти, ни обществу, никому, и были сделаны довольно неудачно, реформы здравоохранения, образования и так далее, то есть, это было все делано в русле глобальной вот этой вот политики по выравниванию, там, социальной сферы, единых практик, какой-то баллонской системы и так далее, не было ощущения, что Россия вообще ведет самостоятельную экономическую политику долгое время. Да, позволялось, так сказать, в новом рынке как-то шалить, позволялось в атомной сфере доминировать, в космосе одно время, пока там, так сказать, американцы провалились, но вот такого экономического суверенитета особо-то и не было, его, он не наблюдалось. Соответственно, будет ли это сейчас попытка заявить о суверенитете, ну, любопытно, но посмотрим, опять же, это может быть вполне спектакль и все там заранее расписаны роли и назначен потерпевший. Но в то же время Россия является одной из лидирующих стран по количеству миллиардеров и миллионеров, то есть, при этом это достаточно дисбалансированная история, потому что, если мы берем такие страны, как США, Франция, допустим, Великобритания или Германия, то у них все неплохо с общим уровнем жизни населения среднего класса, да и даже самых незащищенных слоев. В России миллиардеров много, миллионеров тоже много и бедных людей там около 20 миллионов. во Франции, в США хранятся капиталы, да, вот в Франции, США и Швейцария, там, да, это вот, там, куда стекаются капиталы, там они действительно расходуются, там конечные бенефицары. Ну, то же самое, наверное, можно сказать и о Восточной Европе, особенно в Болгарии, где-нибудь там, в Румынии. То есть, Россия точно не является в системе международного разделения как сказать, местом хранения капитала, местом принятия серьезных инвесторешений. Миллиардеры, это просто транзитный путь, ну да, он, естественно, ему что-то достается, и поэтому он себя отлично чувствует. Кстати говоря, не факт, что они все не номиналы, а реальные собственники того, чего они владеют. Ну, это тоже не узнать никак. Просто, опять же, было заявление Дерипаски там в 2008 году, когда он по Русалу сказал, да мне это все не надо, я могу отдать кому угодно, государство надоели. Ну, то есть, это явно, он, конечно, никому ничего не отдал, но просто было, очевидно, что человек просто, ну, капитал поставлен, ну, наверное, я думаю, и поэтому он просто, ну, устал от каких-то претензий, которые, как к нему не относятся. То есть, тут есть такие моменты, что миллиардер-то есть, а он, с чем он занят? Он занят транзитом ресурсов, он его контролирует. Естественно, он берет все больше, чем все остальные, естественно, он не особо церемонится с населением, вот, но является ли он, конечно, выгодоприобретательным, трудно сказать. Ну, в Индии, собственно, то же самое, много миллиардеров, много, но живут, они снова в Лондоне. И у детей они учат в Лондоне, и в общем, ну, я и там, то есть, это, в общем, довольно типичная ситуация для современного мира, и тут, что тут можно сказать? Ну, вот, хотят ли поменять таким образом общее устройство, общее мироустройство, я сомневаюсь. Это скорее просто какой-то кусок пирога локально переделить, не меняя общей, так сказать, картины мира. То есть, если вспомнить популярные в 90-е годы такие обозначения, что Россия страна, управляемая олигархами, сегодня это, на ваш взгляд, не так? Понимаете, ну, любая постсоветская страна, она управляется в значительной степени олигархами, просто олигархи везде разные, потому что Россия, как сказать, она исторически, никогда, там не было разделения капитала и военной составляющей силовиков, потому что это просто невозможно, то есть, нельзя иметь капитала и не иметь силового прикрытия, и поэтому, естественно, что вот эти вещи, они, ну, они были при царях всегда, и бывало, что цари действуют самостоятельно, бывало, что как и сейчас, собственно, перед Первой мировой войной, то, в общем, ситуация была довольно похожа, и поэтому, как сказать, всегда, но другой вопрос, как этот капитал интегрирован в систему вот международную, да, потому что, насколько он может быть, принятие решений, вот это важно, потому что, вот ты можешь иметь миллиарды, но какие-то вещи просто не имеешь права делать, и вот здесь, ну, это уже такая конспирология, это уже тут мы с вами просто не узнаем никогда, и, в общем, и прибыли, но то, что управляет самим гархами, да, то, что она ограничена самостоятельно, тоже, да, но насколько ограничена, и где вот это проходит, трудно понять. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу, спасибо вам большое, Дмитрий Адамидов, независимый экономический аналитик из России был с нами на прямой связи. Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, всего доброго, и до свидания. Спасибо.